МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПО САДЖЕНИЕ УГОМЕЛЬСКИМ ГАРВЫКОНКАМИ ПОЧАЛИ ЗУЗНАГОРОД ОЗНАЧАЛИ ЛЕПШИХ ПО ВЫНИКАХ ОГЛЯДУ КОНКУРСУ САНИТАРНОГО СТАНУ И ДОБРОУ ПОРАДКОВАНИЯ ГОРОДА У МИНУЛЫМ ГОДЕ СЕРОД РАЙОНОВ ОЗНАЧЕНЫ ЦЕНТРАЛЬНЫ СЕРОД ПРОДПРЕЕМСТВА УТ ПЛУШШЕВЫ И ДОМОБУДОВНИШИ КАМБИНАТЫ АТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ТОВАРЫСТВА ОЛЕСЯ И ИНШИЕ ЗАЛЕПШУЮ ИЛЛЮМЯЦЮ НА НА НАВАГОДНИЕ СВЯТЫ ПАДЗЯКІ ОТРЫМАЛІ КОЛЕКТЫВЫ АДМИНІТРАЦИЯ САВЕЦКАХА РАЙОНА ГДТУ ИМЯ СУХОГА ПРОДПРЕЕМСТВА У ГОМЕЛЯ БОЛГАС ГАР ЭЛЕКТРАНСПОРТ И ИНШИХ ВЫНЬКИ МИНУЛАГА ГОДА УЦЦЕЛЫМ АЗНАЧЕНЫ ЯК СТАНОВЧАЕ ПРАБЛЕМА, ЯКЕЕ ПРЫШЛІ ДА НАС ЗАМЕЖУ УКРАІНЫ СУСВЕТНЫЙ ЭКОНОМІЧНЫЙ КРИЗИС ИЯК ВЫНЬК ПАМЯНШЕННЕ ПОПЫТУ НА ИЧИННУ ПРАДУКЦЦЮ ПАДЗЕННЕ КУРСУ РАСІЙСКАГА РУБЛЯ ДА ДОЛАРА НЕ МАГЛІ НЕ ПОПЛЫВАЦЬ НА АСТАН ЭКОНОМІКІ ГОРАДАУ У ДВЯТЫСІЦІЩЮ ПЯТНАЦАТЫМ ГОДЕ АЛЕНЯ ГЛЕДЯЩЕ НА ГЭТА, ПА БОЛЬШАСТІ ПАКАЦІКОВ АБЛАСНЫЙ ЦЕНТРА СПРАЦАВАЮ ЛЕПІЗА ІНШЕЕ ГОРАДЫ АБЛАСНОГА ПАДПАРТКАВАННЕ ТАК ПА ИНДЕКСЕ ПРАМЫСЛОВАЙ ВЫТВОРЩАСТЦІ МЫ ЗАНЯЛИ ПЕРШЕЕ МЕССЫ УКРАИНЕ ТАКСАМА ГОМЕЛЬ У ЛИДЕРЫХ ПА ПАКАЦІКО РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОДАЖУ И ПА ТЭМПАХ РОСТУ ЭКСПОРТУ ПРАДУКЦЦІЇ ПА ПРАТЯГНЕНИЕ ЗАМЕЖНЫХ ИНВЕСТЫЦІЮ У АСНОВНЫХ КАПИТАЛО СПРАЦАВАЛИ ЛЕПІЦІМ, ДАВОДІЛАСЯ ЗАДАНЯМ И ЧТО САМАЕ ВАЖНЕЕ, ГЭТЫЕ ГРОШИ ПОДЮЦІ НА СТВАРЕННИЕ НОВЫХ ПРАДПРИЕМСТВАУ И НОВЫХ ПРАЦОВНЫХ МЕСТЦЦІ ДЛЯ ЖАХАРУ ГОРАДА Наш город пришли два достаточно крупных субъекта хозяйствования Это такие предприятия, как Долгом 40 и Гидросила Белар Благодаря этим компаниям экономика города в прошлом году привлечено более 5 миллионов долларов к иностранных инвестиций Плюс в 2016 году будет создано более тысячи рабочих мест на этих предприятиях, что безусловно улучшит жизнь наших граждан Могутность в творчестве таких предприемств в складе некольких миллионов долларов продукции в год Коли предприемствы выйдуть на проектную магутность, колькасть працовных месту повеличится до 2,5-3 тысяч Ишла говорка и про развитие предприемства малого и среднего бизнеса По выника года тут так само все пакашики выполнены Не глядяши на пэлные проблемы у этой гляне экономики, с якими сутыкнулись в Новом годе Улады робят усе от их залежное, как малый и средний бизнес отшывал себе добра и селета Для этого проводятся встречи с индивидуальными предприемниками города, створаются умовы для открытия новых вытворчастей С этого года Адуладу в плановом парадку будут потребовать працовать больше эффективно в плане створения новых рабочих мест Причем говорка идея не про працующие предприемства, а именно про знову створенные И без удела у этой работе про основников малого и среднего бизнеса выканать этот пакашик будет тяжко Там у старшиня Гомельска Гарва Конкама Петр Киришенко поставил задание у ближайший час провести отповедные сустречи И по их выниках проставить пэлные пропановы У целом у 2016 года улады плануют нарушивать объемы экспорту и диверсификовать рынки сбыту Иншими словами, поширать географию поставок нашей продукции Прежде всего это страны Азии, потому что рынки Западной Европы, Восточной Европы и Российской Федерации Они уже достаточно изучены нашими предприятиями, а на рынках Азии пока наше присутствие так не ощущается Поэтому будем туда расширяться Явген Пабаловец, Игорь Марышенко, телерадиокомпания Гомель У Беларуси протягуют работу промы и телефонные линии Задать пытание проставникам выканавшей улады жихары региона смогут завтра С 9 до 12 годин с вороты грамадян будет принимать старшиня Гомельского областного совета депутата Олег Леонидович Борисенко Номер телефона у Гомели 75 12 37 Параллельно промылинию проведет старшиня Гомельского городского совета депутата Ивана Фанасьевич Бородинчик Звонку от жихару областного центра чакают по номеру 75 19 84 Як и зауседы по субботах промы и линии будут организованы так само у районных администрациях и райвыконкамах Моцные и небеспешные поводки весной гэта года на Гомельшине синоптики не прогнозуют Узровень рэк подымется незначна Зараз ситуация стабильная Рост узровня воды за гэты тыдень у параунаний с минулым знизился На рыках Сож, Березина и Днепр Ён досягаем максимальные отзнаки у 10 сантиметров Межтым нехарактерные для початку лютого умовы надворья Посприяли помяншению тавшыни льда На им заявились расколены, что вельми небеспешно для аматоров зимовой рыбалки При этом по прогнозах Гомельского областного гидрометая центра Тавшыня лядового покрытия будет снижаться и на наступном тыдне А вось на поводковую ситуацию теплые надворья не повплывая Высокого половодия в этом году мы не ожидаем Так как зимние поводки уменьшают высоту подъема уровня весеннего половодия Но весеннее половодие будет еще зависеть от синаптических условий, в которых оно будет развиваться Убашить панораму 16-ти годов життя Варшавы не покидают ше одного покоя У Палаца Румянцевых и Паскевича проставили уникальные фотосдымки На яких повстоя ближе польской столицы напереда дни, подчас и после другой Сусветной войны Удельниками умовного подороже участия стали наши корреспонденты 16 годов для города с насильництвом в миллион человек таки термин сдаются практически неотчувальны Однако навод за этот час обличие бойного города может змениться до непознавальности Особливо, когда до этих пираминов провела война У этой пираконовой уникальная экспозиция фотосдымков под названием «Як феникс с попелу разбурыни и одновлений Варшавы» 1939-1955 У гэтэй дни ей можно убачить у Палацы Румянцевых и Паскевича Эта выставка, она показывает, как Варшава была разрушена во время Второй мировой войны От первых дней этой войны, а по полной разрушении после варшавского восстания 1944 года Но идея главная в том, чтобы показать, что Варшава – это первый в мире город, где в таком большом масштабе началось восстановление исторических частей города После войны Варшава была разбурена омаль полностью Исновала навод идея покинуться ее таким станем у якости помника Однако у худким часа почалось одновление, причем не одинковых будинков, а целых историчных фрагментов Уникальность реконструкции стала подставой для унесения города в спис-объекты с усветной спадшиной ЮНЕСКО Сегодня с дня вызволения польской столицы миновало уже 70 годов Миновитых гэтэй стала головной нагодой для организации такой выставы В первую очередь представить готовую экспозицию организаторы проглядели десятки тысяч фотосдымков с двух национальных польских архивов и приватных коллекций У вынеку экспозицию вошли только 36 фоторабот Яны побывали уже в некоторых городах Беларуси, до Гомеля выставлялись в Минске и Бресте Мы начинали с Минска, что очень похожая судьба, что так же как и Варшава, Минск был полностью разрушен во время Второй мировой войны Фотосдымки были отправлены у посольства Польши по всем свете Их уже бачили в Македонии и Ливане А кроме того, в гэтэй дни выставу рыхтуются до показу в Москве и Санкт-Петербургу Ганна Ковалёва, Игорь Марышенко, Телерадио, компания «Гомель» У агрогородку Добрын Йельского района склали сборник мянушек мясовых жихару А про шатаго с уместными намаганиями тут провели доследование походжений у старожитных назвов особных районов вёски Что с гэтэго отрымалося, потекавился Олег Сентюров Миллионная улица, гнилое болото, лечебница Брука В прошлые годы гэтэя назвы со старожитной истории «Гомеля» стали ведомые шматоким гораджанам Хоть интерес до своей истории сегодня характерны не только для жахаров областного центра Вёска Добрынь Йельского района у письмовых крыницах ведомые с 18-го года Але и гэтэга относно невеликого историчной кропки гляджения часу Хапела, как тут заявился шмат таямниц У першую чаргу гэта цельчится местовых топонимов «Варина поляна», «Карлова болота» и «Сераброва штаны» Гэта назвы розных часток вёским Поверный час больше жахаров навод не задумывался над причинами их узникнения Але потом историю вырышли выучить больше докладно и доведались шмат тікавого Дзевчина пашла жито жати и родила, тут когда-то поле было жито, и родила на поляночке Вот и пашла оттуда название «Варина поляна» Есть название «Карлова болота» В спирзаводе помешек был Карл, звали его, владелец спирзавода Батрак украл мешок жито и понёс, и в болоте утопился А то ли пошло название «Карлова болота» На жаль, некого особного дуркованного ваданья, в яким были б собранные усе звездки об истории вёске, одобрений нема, хоть, коли б такую книгу рыхтовали, обовязково допомнили б яе яшы и списом мянушек мясовых жахаров Некольких годов тому при сельской библиотеце створили объединение спадчина Члены якого и высветили, чому людей по официйных прозвищах часто навод и не кличуть У нас у вёске вельми багато канаводов И вот, коли некто приезжает и пытает, где живет рыгор канавод Никто не ведает А коли спытается, где живет рыгор вареник, так его ведает усе И вот эти вареники, дикие, это мянушки наши вёски До выучения и захования мясовой культуры у агрогородку Добринь подошли комплексно Починаючат сварение декоративно-прикладного куртка для дятей При жадании тут можно продемонстровать свои сдольности У вырубу неких речев, материалов, які у вясковцев завсёду под рукою Соломы, цедрева, а пошня до речи у гэтых мясцинах Корыстаётся особливым опытом Протки сучасных сельчан активно займалися бондарством Некоторые бочки, ведры, кадушки и цебры заховали до этого часу Чему Добринь так само вельми гонараться Старые вещи – это всегда память, это ретро И когда дедушки приходят и рассказывают своим внукам Для чего предназначалась та или иная вещь При помощи чего она делалась Многие не знают из детей даже, что это такое Олег Сентяров, Евгений Макеенко, телерадио «Компания Гомель» Ельский район Эфир телерадио «Компания Гомель» на телеканале «Беларусь-3» Сёня пашнется у 18 годин У программе проекты «Святло и тени», «Экошкола» и «Постаті» Это и другие программы, а также информационные выпуски Вы можете найти и на нашем сайте «ТВАРГОМЕЛЬ.БАЙ» На гэтом пакулюсьо у студии працавала Маргарита Шибукова Усяго доброго и до встречи у эфира Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова